Уваров Сергей Александрович, 1962 года рождения, Оренбургская область, образование Оренбургский сельскохозяйственный институт, агрономический факультет. Но с подоворотом, как таковым, я и не сталкивался, как любитель только. В 1992 году привез косточки из Красного Кута, Саратовской области, и посадил их в Манайевском районе всего Ромашкина. И получил схожи в 1993 году. Потом я их пересадил на постоянное место, ну как любитель, и заглубил. Я даже не понял, что через 5 лет, они у меня 6, почему-то начали, пропали. Сколько сантиметров заглубили? Да ну, я не очень глубоко, но сантиметров 8. Ого. Нет, это косточки вы имеете в виду? Да. Косточки сантиметров 6. Так. И сходы получились, нормальные сходы. Но я же не знал тогда технологии. Пересадил их, выкупал яму. Бордюры я не обкладывал, конечно, но околоствольное, как говорится, грязочку сделал. И было, конечно, все заглублено. Поэтому вот 5 лет он у меня рост. Плодоносить уже начал. Квели абрикосы. И пропали все. Все пропали. Вы точно видели? Причина выпривания, нет? Штамба? Или все-таки замерзли? Вот замерзли нет, совершенно. А вот, скорее всего, выпривание. Поэтому постоянного контроля ни зимой, ни летом не велось. Но все-таки урожай получен был. А потом пропало. А они были привитые или нет? Или сеянцы? Нет, нет. Какие привитые? Я же из косточек. Я вообще прививкой ни разу не занимался, честно скажу. Ага. Ну да, это я глупый вопрос задал. Так, скажите, это весь опыт? Именно по абрикосам? Да, конечно. Валерий Константинович, в этом году я поехал в отпуск к двоюродному брату в Магнитогорск. И там у него на даче, он купил дачу, саприкосный. Я набрал косточек и посадил их. Так, перед зимой. В октябре я посадил. В октябре, так. А это ерунда. Я сейчас расскажу историю. Я пропагандировал, посадил и не пересаживай. У нее, у женщины, телефонный разговор. Валерий Константинович, зашло 40. Значит, 20, я решила прорядить. 20 оставила, не трогая, как вы учите. А 20 пересадила. И говорит, у меня все получилось наоборот. Не пересаженные все погибли, а пересаженные все живы. Она их пересадкой спасла, заглубила. Она глубоко посадила. Да, 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 да. Ну, да, я, ну, как знал. Я вот у вас все узнал, Валерий Константинович. Спасибо. У вас. Даже Курдюбову я читал. Вот я купил книги Курдюбова. И то там этого ничего нет. А тут она выкопала, аж как она садила. Теперь-то она уже не брала линейку, чтобы заглубить там корневую шейку. Она видит живьем, где корневая шейка. Потому что именно у абрикоса практически есть четкая граница. Между поверхностной частью и подземной. Да, да, да. А корни максимально красные по сравнению там со сливами, с яблонями. Вот. Максимально красные. И четкая граница. И когда насадила, там и угадывать не надо. Это потом я придумал пятнышко, которое показывает север-юг. И оно же показывает, где до выкопки, если правильно посажено, находилась корневая шейка. Вот такой короткий у нас получился разговор на весь минуту. Валерий Константинович, у меня сейчас вопрос в чем. Я вот посадил вот этих 60 косточек или сколько, и все они заглублены у меня. Сантиметров на 6, 5, 6. Так, у вас зима? Зима. Что мне с ними делать? Весной вы их выкопаете. Фактически они у вас зимой еще не проснулись. У них зимой называется естественная сертификация. Когда вы их в апреле месяце выкопаете, земля тает на полустыка лопаты, не давая им проснуться, вы их просто выкопаете. Считаете, что я с холодильника достал на посадку сертификацию, что вы из земли достали на посадку. Выкопали и по-новому садите. И ничего страшного, их найти легко будет. Это же косточки. Отлично. И на постоянное место уже... Ага, на постоянное, знаете, чем опасно? Кто-то читает через 5-6 метров, между рядами 4-5 метров, а она не взошла и уже пустыня целая. Две не взошло. У меня нету таких мест. Вот. Значит, смотрите, мое предложение такое. Вы, профессионал, у вас диплом есть? Есть. Значит, вам легче других это схватывать на лету. Смотрите, не важно, сколько у вас земли. Допустим, самые маленькие бывают 400 участки. Так, сколько бы ни было косточек, вы садите их примерно, учитывая, что трудозатраты, поливать труднее, если разбишь, сильно большой участок занимаешь. Как помидоры. Вот с такой вот плотностью. Теперь. Понял. Когда взойдет, уже получится не метр, а между ними два. Вот, правильно? Угу. Самая сильная, мощная, не то, чтобы была красивая планировка, там, ровненькие рядочки. Некоторые умудряются, знаете как? Выкапывать сажене только для того, чтобы подровнять рядок. Это глупо. Вот. Ну, понятно. И получится между двумя саженцами, допустим, два метра. Следующий через 4 метра, и черт с ним. Некрасиво. Где ближе будут, лучше полят друг друга. Мешать начнут потом друг другу. Ну, а выявится лидер. Лидер. А лидер, это ваш будущий матовщий сад. А через как? Вот еще раз расскажу. Я этот, Мажерин. Он у меня там когда-то купил трехлетний манчжурский абрикос. Он, дальше идет его рассказ. То есть, он мне присылал фотографию уже где-то примерно шестилетнего. Оказался манчжурец, у него папа постарался, оказался уже фактически амуром. Прекрасные крупные красные плоды. Уже не манчжурец. Вот. Прекрасно. Все это он отчитывался. Это было в других статьях. И однажды он приезжает ко мне, напросился. И рассказывает мне чудо. Так вот, я договорю. Значит, Саша Мажерин приезжает ко мне спустя еще три года. Он стесняется. Я с него выжимаю. И тут выясняется. Вот. Как был у него этот самый маточный, этот один абрикос. Так был. Держите за стол. В питомнике у него растет тысяча деревьев. То есть, в бывшем питомнике. А маточный, как один был, так и есть. Давай. А для чего я это говорю? Вам и всем. Лиха беда начала. Я его все, что он единственное, что он отличался от других тем. Еще я умудрился посадить на холме и опалубку еще сделал. Чтобы уходить. Сама. Представляете? Вот. Вот фотографии есть все живьем. А потом раз в следующий год. Ба, честно. А он уже весь в плодах. Уважаемый Валерий Константинович, переживаю за ваш бесценный опыт. Предлагаю для продолжения вашего дела привлечь науку. Для этого создать некоммерческую организацию НКО. Общество экспериментального садоводства «Новый сад». Ключевое слово экспериментальное. Но ни в коем случае не альтернативное. Для привлечения классического садоводства это красная тряпка для быка. И что главное? Это ключевое слово пробудит интересы молодых ученых. Так я думаю. Надо спасать, распространять ваш опыт. Глядишь, что государственный перейдет. Короче, предлагал. Москва меня знает. Академики меня знают. Мои представительства должны быть так. Если это правда новое садоводство. Курганская область. Тот, на кого рассчитывал. Я тоже обращусь в альмаматор наш. Черехозный институт. У меня там знакомые-то есть. Нет, это пожалуйста. Я о другом. Параллельно. Давайте создавать свое. Неофициально. Нет. Просто ваш скромный сад для начала. Он потом разовьется так. Ну, Макарова же Александра Алексея. Получилось в Обнинске, Подмосковье? Получилось. Понятно. Он такой авторитет заработал. Эти же мои, эти, там персики, абрикосы. Вот, руки золотые. Теперь ему говорят, вы не согласитесь выступить по телевидению? Вы не согласитесь лекцию почитать? Вы понимаете, вот такие маленькие, ну, какие маленькие? Сразу лидер на все, на весь область. Это минимум область. Только у вас первые абрикосы появятся, 100-граммовые. Только три плода. Уже все, к вам должны все телевизионные каналы приехать. Вот это я хотел сказать. Валерий Константинович, за вас достижения ваши говорят? То, что вы позвонили мне, это не случайность. Но второй этап, никуда вы не денетесь, это прививки и выходите сразу на высшую лигу. То есть у вас будут 100-граммовые абрикосы. Ой, Валерий Константинович, вот прививки меня пугают. Я еще даже... А, нет, тогда вы не наш человек. Ну как, почему? Начать-то можно. А, да, куда вы денетесь? Я-то в компьютерах в ООО, а они в садоводстве. А теперь каждый уже обзавелся, кто гектаром, кто полгектара. У каждого уже растут, у многих плодоносит. С косточек плодоносит. Нам, надеюсь, не попадет все это в Америку. Говорю для всех, для всех, извините. Яндекс, гугл, это поисковая система. Три слова на клавишами. Сайт садовода Железова, прям по-русски, верхняя строчка сайт. Нажали на мышку, а оказались в сайте. На сайте на этом, так? Знаете, как получилось? Ну, да, да. Дело очень так, где она делась. Вот. Сейчас, секундочку. Дело в том, что женщина на почте отказалась леть маску. Принципиально. Ей, принципиально, не отдали мою посылку. Каталок, да? Да, там есть каталки по чернками, по косточкам, все есть. Мне что лучше, все-таки косточки? Не, ну, первый этап косточки. Его надо еще вырастить по двое. Ага. Понял. Это главное, что, вот, допустим, есть такое выражение, где родился, там и пригодился. Но оно опасно чем? Вот в этой местности все привыкло. Вот сейчас уже сказали, что на Алтае, а это, скажите, что далеко от вас, не скажете, что на Алтае будет 45, да? У вас уже, там, в Башкирии пообещали 40. Ну, эти, ко мне стекает информация из всей страны. Вот. И понимаете, что это значит? Это значит, вы будете год, два, три растить эти оренбургские абрикосы. Может быть, даже эти самые, ну, любые европейские. А в один год они просто уже не выпрыгнут, как самая страшная беда, это выпривание. Вот. Они не выпрыгнут, они могут просто замерзнуть, и все. Валерий Константинович, дай Бог вам здоровья. А, спасибо. В вашем деле, нелегком терпении. И продолжательно, чтобы ваши, Сергей Валерьевич и внук продолжили ваше дело. Спасибо. Я вам тоже самое желаю. Причем, если я уже достиг своего, фактически, я вам желаю не просто повторить, а как некоторые уже говорю, увольняюсь, в отставку ухожу, потому что у вас лучшие результаты. А это же здорово. До свидания. Давай. Ага. До свидания. До свидания. Привет оренбургцам. Хорошо. Привет Саянам. Спасибо. 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 Продолжение следует...